Привет! С вами Мазговид! В этом видео я вам расскажу, что такое умножение натуральных чисел и как выполнять эту математическую операцию. Символ, обозначающий умножение, приподнятая точка между множителями или х-образный крестик. В данном уроке мы будем использовать приподнятую точку. Главные термины. Числа, которые умножают между собой, называют множителями или со-множителями. В примере 2 умножить на 3 число 2 является множителем и число 3 тоже является множителем. Результат умножения чисел называют их произведением. 2 умножить на 3 равняется 6. Число 6 в данном примере является произведением. Что такое умножение? Умножение натуральных чисел можно представить как многократное сложение. Давайте разберемся на примере. 3 умножить на 2. В данном случае этот пример можно представить через сложение как 2 раза по 3. То есть число 3 мы будем суммировать 2 раза, так как умножаем на 2. Если бы мы умножали на 3, то складывали число 3 3 раза, так как умножаем на 3. При умножении на 4, 4 раза суммируем число 3, так как умножаем на 4. Вернемся к примеру 3 умножить на 2. Суммируем число 3 2 раза. 3 плюс 3 равно 6. Соответственно, 3 умножить на 2 будет 6. Идем дальше. 5 умножить на 3. Теперь нам нужно число 5 сложить сколько раз? Если вы ответили, что 3, вы дали правильный ответ. Суммируем число 5 3 раза, так как умножаем на 3. 5 плюс 5 – 10, плюс 5 – 15. Выходит, что 5 умножить на 3 равно 15. Идем дальше и пример с яблоками. 3 яблока умножаем на 3. В данном примере нам нужно 3 яблока суммировать 3 раза, потому что умножаем на 3. Можем записать как 3 раза по 3 яблока. Раз 3 яблока, два 3 яблока, три 3 яблока. Считаем общее количество яблок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Всего 9 яблок. Следовательно, 3 яблока умножить на 3 равно 9 яблок. Давайте продолжим разбор примеров. 7 умножить на 2. В данном примере нужно число 7 сложить 2 раза, так как умножаем на 2. 7 плюс 7 равно 14. Выходит, что 7 умножить на 2 будет 14. Идем дальше. 6 умножить на 4. В этот раз нужно число 6 сложить 4 раза, так как умножаем на 4. 6 плюс 6 – 12, плюс 6 – 18, плюс 6 – 24. Следовательно, 6 умножить на 4 будет 24. Таков принцип умножения натуральных чисел. Умножение чисел является коммутативной операцией. То есть порядок записи чисел множителей не влияет на результат их умножения. Например, 4 умножить на 5 будет 20. В данном примере 4 и 5 – множители. Если их поменять местами и теперь 5 умножать на 4, ответ все равно будет 20. Давайте проверим через сложение. 5 умножить на 4. В данном случае нам нужно число 5 суммировать 4 раза, так как умножаем на 4. 5 плюс 5 – 10, плюс 5 – 15, плюс 5 – 20. Значит, 5 умножить на 4 равно 20. Теперь давайте поменяем местами друг с другом число 5 и 4. Будем умножать 4 на 5. В данном случае нам нужно число 4 суммировать 5 раз, так как умножаем на 5. 4 плюс 4 – 8, плюс 4 – 12, плюс 4 – 16, плюс 4 – 20. И снова ответ 20. Это правило работает всегда при умножении натуральных чисел. 4 умножить на 3 будет 12. И 3 умножить на 4 тоже будет 12. 5 умножить на 8 будет 40. И 8 умножить на 5 тоже будет 40. Этот принцип работает для всех натуральных чисел. Наглядным помощником в умножении является таблица умножения Пифагора. Давайте научимся ею пользоваться. Здесь есть вся таблица умножения от 1 до 10. Слева и сверху таблицы представлены множители – те числа, которые мы хотим перемножить. Вся остальная часть таблицы – это произведения, результаты умножения чисел. Таблица Пифагора помогает быстро найти ответ. Например, 5 умножить на 5. Находим среди множителей число 5 по горизонтали и число 5 по вертикали. При пересечении вертикальной строчки и горизонтальной мы найдем ответ. 25. Давайте еще пример. 8 умножить на 7 – 56. 6 умножить на 3 – 18. И так далее. Также есть вот такая классическая таблица умножения для каждого отдельного числа. Упражнения по такой таблице есть у меня на канале, где вы можете попрактиковаться в решении задач на умножение. Запомните следующее правило. Умножение на 0 всегда дает 0. Например, 4 умножить на 0 будет 0. 9 умножить на 0 будет 0. 16 умножить на 0 тоже будет 0. 28 умножить на 0 равно 0. 135 умножить на 0 будет 0. Умножение на 0 всегда дает 0. Второе правило. Умножение на 1 всегда равно другому множителю. Например, 5 умножить на 1 будет 5. 8 умножить на 1 будет 8. 22 умножить на 1 равно 22. 215 умножить на 1 будет 215. Молодцы! Пересмотри это видео завтра еще раз, чтобы лучше выучить данный материал, а также поделись этим видео со своими друзьями. Ставь лайк, подписывайся на канал, благодарю за просмотр и до встречи в новых видео!